«Шальные эти бабы!» — заговорил пан Полгар. «Такие они иногда выкидывают в фортели, просто диву даешься!» История, которой я хочу вас позабавить, произошла в 19-м или в 20-м году. Короче, в то время, когда наша благословенная Центральная Европа оказалась пороховым погребом, когда все только и ждали, в какой еще стороне заварится каша. Шпионы у нас в те годы кишмя кишели. Сейчас это и представить себе невозможно. Я занимался тогда контрабандистами и фальшивомонетчиками, но военные власти нередко просили меня снабдить их кое-какой информацией. Вот тогда-то и произошел этот случай с графиней, ну скажем, мигали. Не помню уж, когда и каким путем, но только военные получили анонимное письмо, в котором автор обращал их внимание на корреспонденцию, поступавшую в адрес В. Манесса, Цюрих, до востребования. Потом они перехватили одно из подозрительных писем. Вообразите себе, это была шифровка под кодом номер 11. И в ней сообщалось, что 28-й пехотный полк входит в состав пражского гарнизона, что в Миловицах полигон, и что наша армия вооружена не только ружьями, но и штыками, и тому подобные глупости. Но военные, знаете ли, в таких случаях страшные педанты. Если вы, к примеру, сообщили иностранным державам, что портянки наших пехотинцев сделаны из калинкора фирмы Оберлендер, то предстанете за это перед дивизионным судом и схлопочете, по крайней мере, год заключения за государственную измену и шпионаж. И ничего не попишешь. На этом зиждется престиж военных властей.